подружки привет и добро пожаловать на мой канал сегодня без долгих прелюдий сразу к теме нашего видеоролика по названию видеоролика я предполагаю что вы уже поняли сделали вывод что разговор у нас с вами сегодня будет серьезным будем говорить с вами по поводу самых 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 адских косяков в материнстве и причем когда я назвала этот видеоролик я адская мать я не имела ввиду вот я же матерей или вот таких вот каких-то фанатичных матушек которые обычно приходят в голову когда мы слышим адская мать нет я имела ввиду абсолютно нормальных мам имела ввиду себя и имела ввиду те косяки материнства которые мы все совершаем ну или по крайней мере большинство из нас совершают ежедневной жизни с нашими малышами что навеяло эту тему и в принципе поговорить с вами об этой истории во первых это бесконечные наши с вами переписки в директе в которых мы с вами мне кажется действительно без конца обсуждаем тему того насколько мы иногда бываем уставшими без ресурса насколько мы бываем ну вот словно в тупике изолированными вместе с нашими малышами без должного понимания поддержки помощи окружающих и вот во всем вот в этом материнстве на которое нам изначально казалось будет совсем другим мы очень сильно теряемся и мы делаем вещи которые мы от себя вот не ожидали совсем вообще никак и перед тем как родить ребенка особенно первого зарекали что никогда эти вещи делать мы не будем и в целом но вот смотрели на других что уж там душой кривить с осуждением и думали вот я такой уж точно не буду это первое второе это то что я нахожусь сейчас в ожидании своего второго малыша и совершая свои ошибки материнства с со старшим ребенком я иногда прихожу в ужас от того что возможно меня ожидает после рождения моего второго ребенка и по большей части именно с точки зрения своей реакции на сложности материнства на сложности жизни с детьми в постоянном контакте с ними особенно когда нет помощи сразу хочу сказать что речь идет о мамах у которых нет нянь и у которых нет вот дополнительной помощи за исключением мужа это по большей части конечно же те мамы у которых даже нет бабушек и дедушек вот где-то вот рядышком чтобы они могли как-то разгрузить и дать вот свободное время отдохнуть и как-то переключиться то есть я говорю о тех мамах которые по большей части в основном проводят время со своими детьми 24 на 7 которые как любят рожаться окружающий сидят дома с детьми ну то есть вот это вот даже вот деградирующее определение сидят дома с детьми как будто на жопе ровно сидишь и в принципе у тебя жизнь сказка вот это вот прям вот самое аккуратное описание материнства и декрета наших мам вот именно об этих мамах я сегодня хочу говорить видео ролик я решила сделать не таким в котором я буду читать какую-то умную блогерскую лекцию говоря о том что вот я прошла курсы прочла такие книги нет сегодня я просто хочу вот как блогер по чесноку с вами со своими бабами поговорить о том что на самом деле происходит в наших домах с нашими детьми по крайней мере на этом маленьком канале который имеет всего там 20 мы с хвостиком тысяч подписчиков то есть это не миллионный канал в инстаграме тем менее сколько-то у меня 6 800 или что-то подписчиков ну то есть это вот вообще ни о чем в эру инстаграма youtube и прочего в общем я хочу со своими бабами поговорить о том как есть и поговорить как есть с той точки зрения что все-таки хоть и мои каналы маленькие но все равно у меня есть очень лояльная круто аудитория которая мне доверяет которая мне пишет и которая мне честно рассказывают что вот она у меня в доме вот такая вот жопа извините и мне кажется что я абсолютно одна я изолирована я наверное единственная мама которая вот такое происходит в доме я чувствую себя просто кончены вот просто днище материнства я не знаю как мне эти ситуации решить так вот сегодня я хочу с вами поговорить для того чтобы нам всем стало немного легче вот это самая главная цель моего видеоролика чтобы нам всем стало немного легче чтобы мы все поняли я и вы в том числе что по сути картина одна и та же практически во всех семьях но по крайней мере в большинстве я оставляю один процент тех мамочек которые действительно убиваются материнством которые спокойны как трамвай которые никогда не орут на своих детей которые просто вот ну я не знаю но они вот прям ну примеры действительно примеры материнства когда все идет гладко и по маслу не хочу сказать что дети такие или не дети такие но нет энергетика у человека такая вот вот она такая мне все круто она любит готовить она любит убираться она обожать своего мужа она прям вот в этом во всем дне сурка бесконечном она чувствует себя круто и это действительно круто это здорово и тут позавидовать только можно но к сожалению в большинстве случаев как мне кажется картина абсолютно не такая и в инстаграме на прошлой неделе я задавала вам вопрос пожалуйста напишите мне в окошке вот самые свои адские косяки вот те косяки с вашими детьми о которых вы никогда в жизни не скажете публично о которых вы будете бояться вообще говорить даже громко самой себе потому что вы понимаете что это просто повлечет за собой шквал осуждения о чем вы думаете что первое приходит вам в голову когда я задаю этот вопрос вот мне напишите я обещала вам не публиковать никаких имен и кто что мне написал а просто использовать ваш список для того чтобы свой дополнить и просто перечислить а ремарка не для того чтобы мы расслабились и продолжали в таком же духе потому что все что я сегодня буду вам перечислять безусловно это просто от но то есть это ужасно это недопустимо так нельзя нужно по-другому особенно в нашу эру когда психология и в целом учение о раннем развитии человека как такового она просто доступна как пирожки когда мы образованы намного больше чем например наши родители вот именно в это время конечно же эти вещи недопустимы и мы безусловно должны сами собой работать и я лично сама собой стараюсь работать насколько у меня получается но не всегда получается сегодня мы говорим как есть я более чем уверена что все те которые будут ахать и охать и нас осуждать и говорит что вот это в массы нести нельзя я вам скажу идите к вы лесом потому что в массы это нести нужно сегодня я буду вот прям вашей супер грубиянкой самой вот хабалкой на свете я отложу в сторону все свои прочитанные книги и все свое воспитание и буду вот просто просто днищем и хабалкой вот года и первый список он будет лично мой для того чтобы ну как бы начать то себя надо и второй список уже будет подруг это самые популярные ваши ответы их кстати в инстаграме так на секундочку пришло около тысячи несмотря на то что у меня канал в инстаграме мой аккаунт он небольшой но около тысячи разных ответов я получила на свой запрос к вам и вы описали мне вот самый ад который происходит по вашему мнению с вашими детьми ладно давайте поехали начну своих косяков материнства первое это конечно же я ору на своего ребенка понимаю что орать нельзя но я вот просто иногда он меня так выбешивает иногда он так меня раздражает либо непослушанием либо там я не знаю например какими-то простыми действиями которые вот в другой день я бы вот просто вот не обратила бы внимание как вы мне пишите что там за транквилизаторы жрешь как ты можешь спокойно смотреть как твой ребенок разрисовывать себя фломастерами или шевыряет еду вот иногда когда вот у меня ресурс в порядке я вот более или менее выспалась и все окей я это вот с улыбкой прям да пожалуйста делать что хочешь ребенок же но когда у меня ресурса нет когда мы например там три ночи не спали нормально когда вот просто я либо устала либо мне плохо либо у меня я не знаю но вот любые причины которые у меня забирают ресурсы я вот прям вообще в раздрае вот тогда ребенок отхватывает нормально то есть я могу орать на него так что действительно мне кажется что я вот иногда вот останавливаюсь и думаю господи какая-то идиотка ты просто неадекватная сумасшедшая баба которой нельзя давать детей потому что ну как это возможно что с тобой не так я действительно иногда вот думаю так наверное соседи мои вот это все слушают но это понятное дело меньшая проблема в этой ситуации но в целом чтобы ее описать ее масштабы я вот реально у меня стою и думаю мы соседи это слышат и думают господи какая идиотка вот эта истеричка тупорылая причем распознать меня очень просто потому что я с ребенком по-английски разговариваю а потом перехожу тихонечко на русский потому что английский слов уже недостаточно ну как бы родименький то ну русский неродимый но тем не менее он ближе мне чем английский но все равно на нем как-то выражаться как-то вот больше слов я вот думаю они наверняка это все слушают и думают это реально нужно соцслужбы вызывать бедный ребенок как это идиотка и его травмируют и я сама себя часто анализирую свою эту ошибку я ловлю на мысли что когда еще у меня не было детей я вот слушала там рассказы подруг это обидела на улицах мам которые орут там трепет ребенка орут на них там вот прям на всю ивановскую да то есть на улице я думаю господи как это сумасшедшая мамаша просто ведет себя с ребенком даже ужасно вот такие просто нужно ребенка забирать это просто кошмар какой-то просто неадекватная сумасшедшая дура а потом прошел год жизни моего ребенка и я поняла что вот это вот такое жесткое осуждение этой женщины она стала немного мягче но она все равно первым вот кликает и я понимаю что даже у меня у этой дуры первая мысль которая вот вбита наверное социумом вот этими всеми шаблонами что вот сумасшедшая мамаша я не думаю о том что бедная мама как она устала что она уже не держит и она орет на ребенка у меня нет мысли о том что как же этот мелкий сопляк ее достал у меня сразу что осуждение в адрес мамы и тут я вот анализируя свои вот эти коры крики я понимаю что не 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 нужно тормозиться и нужно во первых что-то делать этой ситуации себя как бы брать в руки работать над своим ресурсом и перестать осуждать других мам потому что это реальная ситуация в которых женщина находится им и так уже от этого тяжело следующее могу рефлекторно как сказать не ударить ребенка но вот его вот либо шлюпнуть на шлюпнуть самое нормальное слово просто его откинуть или как это вот по руке дать тогда он делает мне больно ну например у него есть тенденция может ущипнуть он может за волосы меня схватить и просто знаете как борец он берет мне сзади за волосы и херак вот так вот назад и в этой ситуации когда я с беременным животом вот так вот назад у меня вот просто с всем своим весом 15 почти килограммовым просто валит назад а мне больно реально беременность корни волос они очень чувствительны ли кожа головы чувствительная я просто пытаюсь его от отбить отбросить и конечно за этим следует ор но потому что это просто невозможно то есть рефлекторно у меня бывает что я могу физически на ребенка воздействовать ругаюсь матом то есть я при ребенке могу спокойно ругаться матом это и как также включает себя когда мы с мужем если ругаемся то можем друг на друга поорать и можем матом таким благим матерным матернуться что ну как бы уши вянут как бы у нас уже не говоря о том что ребенок это все слышит а потом закрывать в комнате если его ор и псих довел меня до белого коления не могу даже дверь держать когда он там тихо это орет и потому что я понимаю что все меня просто у меня скрежет зубах как мне подруги писали что мне кажется после декрета у меня зубов просто не останется и я вот просто не справляюсь с этой ситуации и я просто закрываю сь и я держу эту дверь сама вот чуть ли не в слезах понимаю что отпустит а этот сраную ручку просто отпустить он-то но он маленький вот этого тема том что он маленький ребенок а ты взрослая Она меня преследует во всех этих ситуациях, потому что везде, часто профессионалы, опять же, консультанты, даже блогеры большие, они с таким автоматическим осуждением, типа, мать, ты чё, ты взрослая, он ребёнок, ты чё, вообще охренела. А я вот в этой ситуации стою и думаю, какого хрена я взрослая, я тоже ребёнок, я не могу это выдержать, и мне тяжело, мне нужна помощь, а не ему, блин. И вот тогда, конечно, вот внутри у тебя просто полный диссонанс, у тебя полный псих и раздрай, и ты пытаешься одновременно успокоиться, одновременно как бы себе объяснить, что ты должна, а с другой стороны орёшь сама на себя, что ни хрена я никому не должна, я тоже устала, я тоже человек, я не машина, я не могу вот так вот целыми днями вот в этом находиться, это капец как мне тяжело. Мне нужно просто вот сейчас держать эту ручку и мстить чуть ли не этому ребёнку за то, что он в моей жизни вот это всё как бы сотворил, он появился, он как бы отнял у меня вот всё вот это моё взрослое, вот то, что я достигала огромным трудом, мою независимость, свободу, право выбора, решения и вот какое-то достоинство, да, когда ты достойный человек, то есть ты превратилась вот в эту адскую дуру, которая просто творит непонятно что, и естественно в этом он виноват, не ты его с мужем зачала, не ты его родила, не твоё это решение было, а он, блин, пришёл и вот это всё сотворил, потому что ты же не знала, что будет так, и никто же не говорил, что будет так, ну да, говорили, спать не будешь, но это вообще ни о чём, это просто какие-то тупые вот эти фразы, на которые ты не обращаешь уже внимания. Следующее. Да, секс у нас будет каждый день, и ребёночек будет весь вот такой вот прям развитый, умытый, вот прям супер-пупер, и я при этом при всём буду прям счастлива и буду вот прям в этом во всём расцветать, развиваться и вот прям вообще улечу в космос от экстаза. И когда я вышла замуж, родила ребёнка, я с ужасом поняла, что я ненавижу этим всем заниматься, я не хочу ухаживать за мужиком, я не люблю убираться. Не то, что не люблю, меня ежедневные вот эти потирания, вытирания, уборки, мольки, драйни, вот этот вот жир, вот эта вот вечно падающая на пол еда, вот на коленях вот эта шкрябать без конца, это меня деградирует, то есть я чувствую, как меня это просто деградирует, деморализует, я превращаюсь в истеричку, меня просто это угнетает, я не хочу этим заниматься, это не доставляет мне никакого удовольствия, более того, я не вижу в этом никакого морального высокого смысла. Я поняла, что я вот так, вот я такая, я ненавижу готовить, я ненавижу вот эту еду, вот всю вот эту грязь, вот это вот, меня прям трясёт от этого всего. И помимо этого вот осознания в целом или в принципе вот этого процесса, растущей такой ненависти ко всему вот этому вот бытовому домашнему, ещё сложнее мне было признаться себе в том, что я из тех женщин, которые вот нихрена не хозяйки, которые просто не любят этим заниматься. Точка. Я не ленивая, я могу вставать в 5 утра и херачить до 12 ночи, и на следующий день опять вставать в 5 утра. Я очень деятельная, я много что делаю на самом деле с ребёнком, то есть я веду ютуб-канал, это уже как бы выросло в мою ежедневную работу. Я действительно занимаюсь ребёнком, я, да, я готовлю. И я очень много всего делаю, но я поняла, что меня это деградирует и самое вот важное, деморализует. Я превращаюсь просто вот в кончину. И когда я посмела самой себе признаться в том, что я это всё ненавижу, я не, я, вот я такая женщина, не хочу я этим заниматься. И самое важное, не буду я этим заниматься, потому что я в своей жизни хочу быть счастливой. Всё. И я поставила в этом вопросе точку. И вот когда я позволила себе вот это сказать громко себе, поставить точку, потом признаться в этом своему мужу, я просто ощутила такую лёгкость, у меня просто гора с плеч свалилась. И я поняла, что теперь я могу быть сама собой, я могу быть честной самой собой, я могу быть честной со своим мужем, и я просто могу в своём доме и своей семье жить спокойно, так, как мне хочется. И если, например, в этот день я устала, и у меня просто вот сковорода, у меня бардак, у меня там, какая сковорода, у меня куча посуды, у меня бельё там уже воняет, извините, грязное, у меня в комнате бардак, я постельное бельё не меняла уже вторую неделю. И я понимаю, что да, я окей с этим. Не потому, что я свинья, а потому, что я делала кучу других дел полезных и важных для своей семьи, которые принесли плод в мою семью. И я занималась другим, я делала другие вещи, в них я могу быть в хорошем настроении, они меня вдохновляют, в них я расту, в них мой муж видит, что я вот, да, я на стрессе, но я, по крайней мере, развиваюсь, я вот прям увлекаюсь. Они меня вдохновляют, они мне добавляют жизни. И поэтому, когда он это видит и сравнивает, какая я, когда я тут шкрябаю и ползаю и вот это всё делаю ежедневно, и какая я, когда я занимаюсь тем, что мне действительно, вот мне, человеку, в удовольствии и нравится, он согласился и сказал, да, окей, не вопрос, что нужно, чтобы вот эту ситуацию исправить. И мы, наконец-то, к двум годам моего ребёнка, вот буквально сейчас, наверное, третья или четвёртая неделя, мы взяли уборщицу раз в неделю. То есть раз в неделю ко мне приходит фея, которая убирается, у меня в доме вот всё делает, всё-всё-всё убирает, и всё, и всё остальную неделю я запускаю робот-пылесос, у него есть сухая влажная уборка, я могу, естественно, постирать, я, понятное дело, там ежедневно посуду загружаю в посудомойку, но я больше не занимаюсь вот этим вот драенем постоянным, полы мыть, вот это вот всё, я этого не делаю, всё. Мне вот этого не нужно, я не хочу этим заниматься, и самое важное, я этим заниматься не буду. А кого это не устраивает, и кто вот считает вот своим долгом меня осудить и сказать, что, господи, как это так можно, у тебя маленький ребёнок, ты вот просто свинья конченная, жена конченная, пожалуйста, звоните мне, пишите, приходите, убирайте у меня в доме, я с удовольствием вам передам вот эту эстафету, чтобы у меня вот всё было хорошо, и чтобы вы были довольны чистотой и порядком в моём доме. А декоментаторша Особина, вот вы можете прийти ко мне и убраться, если вам как бы не угодил тот факт, что у меня есть уборщица раз в неделю. Поэтому, ну как бы, тут, знаете, выбор ваш. Я могу забыть поменять ребёнка подгузник, то есть я могу через там часа 3-4 понять, что, господи, мой ребёнок подгузник, или часов в этаке в 11 понимать, что я с ночи не меняла ему подгузник. Вот такое тоже бывает. Могу забыть зубы ему почистить, но это редко, но могу. Или просто я устала настолько, что мне сегодня лень, и я просто забиваю и говорю, да, пошёл ты, блин, всё, ванну быстро, я мою тебя. Быстро мою душем попу, главное, письку помыть, чтобы у тебя там ничего не спрело. Всё, спать. Ну, как бы, зубы не выпадут. Нормально. Я проверяла. Я тоже свои не каждый день чище, поэтому как бы нормально. Злоупотребляю мультиками. Вот это вот прям вот в последнее время особенно, в беременность. Всё, он может, всё утро, вот как встали, а так до дневного сна он может у меня мультики смотреть. Он, ну, как бы, смотрит он или нет, это его уже, как бы, выбор, но они идут. И я понимаю, что вот, чувак, сори, вот, всё, вот, либо там, либо там, иди делай. Вот, что хочешь, я как бы присмотрю за тобой, ну, всё. Я, как бы, не могу. Могу дать ему готовую еду из магазина. То есть могу заказать, он же сам, там, вкусвилл какие-то, там, я не знаю, уже приготовленные, там, пюрешку, котлетку и так далее, сырники какие-нибудь, там, ещё что-нибудь. Ну, в общем, дать ему готовую еду. Из магазина и, в общем, ну, как бы, приятного аппетита, сказать ему. Что касается кормёжки, я тупо начала кормить ребёнка сама. Вот просто тупо начала кормить его сама, просто потому что мне так быстрее и мне так легче. Иногда это, чтобы выйти быстрее из дома, иногда это просто потому что, ну, как бы, вот, просто бесит. Ну, вот, как бы, мы садимся вдвоём. В лучшем случае я дам ложку ему, ложку себе и кормлю его, он тоже там сам подъедает. В худшем случае я говорю, так, чувак, всё, сиди, спокойно, твоё дело только открывать рот и жевать, и глотать, всё. Мы сейчас с тобой быстро поедим. С этим всем вот свинтство мы сегодня заканчиваем, потому что сегодня у меня нет терпения вот это всё смотреть, слушать, и вот, а потом ещё, что ещё хуже, это всё убирать. Поэтому сегодня тебя кормлю сама и досведусь. И как бы раз за разом я так понимаю, что чувак такой, ну, мне что-то нравится, я вот прям как-то так и не против на самом деле. И всё хуже и хуже, ребёнок стал есть самостоятельно. Поэтому я предполагаю, лёдом, когда мы пойдём в Ригу, мне предстоит опять, в общем, его примчать. Вот прям самостоятельно на 100% есть. Лень заниматься развивашками. Ну, просто потому что эти развивашки у меня уже вот здесь вот сидят. Вот, ребёнку 2 года, и я вот честно ими занималась вот всё это время. И я сейчас понимаю, что эти развивашки, вот, блин, гробу я их видела. Я просто устала настолько, и мне, взрослому, человеку, которому 37 лет, мне тупо не интересно. Мне скучно. Ну, как бы скучно каждый день. Вот это вот, что вот это вот, вот, белочка, а это шарик, а это мячик. Ну, я уже, блин, вот просто. Ну, вот, ну, сори, ну, мне вот лень. Поэтому есть дни, когда я вообще не занимаюсь и как бы развиваюсь, смотри мультфильм, там тебе всё расскажут. Вот, подружки, это список всех моих самых-самых адских косяков мамы. Очень многие эти косяки, они, естественно, повторялись и в ваших сообщениях, но я ещё отметила из ваших, такие, таких, которых нет у меня, но которые либо повторялись чаще всего, или такие, которые, вот, я вижу, вот, человек пишет, ему от этого вот прям самому настолько тяжело и тошно, что он вот прям душу раздирает. Вот, и поэтому я их тоже отмечала. Значит, первое, что мамы делают, шлёпают, швыряют либо на кровать, либо, ну, понятное дело, выбирают какую-то мягкую поверхность. Но суть в том, что в психе могут ребёнка ударить, шлёпнуть, швырнуть, трепать, трясти. Были там примеры, когда ребёнок, например, не хочет есть, мама может даже по рукам дать и, не знаю, чем, но ударить по рукам, чтобы заставить ребёнка есть. Это от того, что вот прям настолько большое бешенство, от того, что ребёнок либо не слушается, либо не делает так, как нужно. Ну, и, в общем, причины мы все знаем, по которым ребёнок может нас вывезти. В раннем возрасте дают джанк-фуд и сладкое, просто потому что, во-первых, сами его едят, то есть это, ну, как бы привычный рацион самого родителя, самой мамы. Ну, и как бы, естественно, ребёнок это всё видит, он просит, он достаёт, и, понятное дело, это джанк-фуд и сладкое детям дают. Мультики 24 на 7. Без вспышек гнева не покормить. Ну, это, наверное, вот к второму пункту, или к первому, да, к первому пункту относится вот именно, что бесит ребёнок, и как раз-таки без вспышек гнева невозможно покормить, потому что для очень-очень многих мам вот именно это свинство едой, оно вот прям просто взрывает вот в секунду, она эскалирует вот от нуля до ста, и просто это приводит в полное бешенство, когда мама на ребёнка кричит, мат, ну, или вот бьёт по рукам, и вот это просто потому что бесит. Сама в психе начинает орать, швырять вещи, бить рукой в стену, уходить в другую комнату и игнорировать ор ребёнка. Ну, то есть, когда мама уже вот конкретно вот просто не справляется, она может вещь швырнуть. Кто-то мне писал, что могут посуду разбить и так далее. И, конечно же, когда ты уходишь просто в другую комнату, и ты уже от психа там рукой в стену или там что-то разбиваешь, когда мама просто в бешенстве в таком, что ей нужно вот этот пар спустить таким образом, либо это ор, крик или удар там об стену. Очень такой важный пункт, который на самом деле, ну, вот до слёз – это желание просто всё бросить и уйти. И устают от своего ребёнка. Мне кажется, для любой мамы и женщины в целом вот такие вот мысли, они очень сильно угнетают, очень сильно мучают внутри, потому что сказать о том, что я на полном серьёзе готова просто всё бросить и нахер послать и просто выйти и не вернуться – это вот прям, ну, это очень жёстко и это очень тяжело. Особенно со всеми нашими вот этими шаблонами в головах, что ты вот родилась для этого, это твоё предназначение, ты должна, ты же женщина, ты же мать. А ты сидишь и думаешь, блин, какого хрена вообще? Я человек в первую очередь. И то, что у меня, извините, есть матка и грудь, это не означает, что для меня это вот прям вот я рождена для этого. Если бы женщины, мне кажется, все были рождены именно для этого, ну, нам бы всем это легко давалось, тогда какого хрена нам это так легко не даётся? Почему нам так тяжело? Почему мы все в таком раздрае, в таком стрессе, в такой депрессии и в таком психе, если вот мы прям рождены, от природы дано, и вот так должно быть? Тогда какого хрена нам так тяжело? Вот хочется задать этот вопрос. Сейчас я понимаю, что когда вот женщина настолько уже вот в нуле или в минусе даже своего ресурса, она, возможно, не получает поддержки от мужа, от ближайшего окружения. Она даже боится самой себе, вот как я уже говорила, громко признать вот все эти вещи, уже не говоря о том, чтобы кому-то ещё об этом рассказать. Но это прям, это очень-очень жёстко. И я представляю, какие мучения у женщины внутри, когда она вот на полном серьёзе, без даже психа готова сесть и сказать, что всё, вот я вот сейчас дай мне волю, я разведусь, я выйду в дверь, и всё, я не вернусь. Вот дай мне вот выбор. Без вот этих всех как бы моментов я вот на это прям готова, потому что я больше не могу. И я помню, мне моя близкая подруга в слезах об этом говорила. И она говорит, я даже себе громко это не озвучивала никогда, мне было страшно это сказать, вот тебе я первый раз говорю. И просто до слёз она сидела, ревела, и я понимала, что... Ну это не потому, что она адская, просто конченая тварь, а потому что вот настолько ей тяжело, настолько ей плохо, настолько она вот её не понимают, что... Ну блин, это очень жёстко. И получив ваши сообщения, я понимаю, что очень многие пишут одно и то же. И у многих моих вот подписчиц, подруг ровно такие же мысли. Следующее. Сидеть в телефоне постоянно, это понятно. Ходят гулять с детьми днями и неделями. Но это вот тоже. Есть просто, я поняла, женщины, которые терпеть вот это всё не могут. Но терпеть не могут эти площадки, вот это постоянное вот гуляние в любую погоду. Это постоянно грязь. То есть это нужно понимать, что ты постоянно одета, как бомжиха, и ребёнок тебя постоянно пачкает, потому что тебе нужно вот за ним вот вечно лазить на все эти горки, не горки, песочницы, игрушки, вот это всё перед собой, коляски, самокаты, велосипеды. Это прям просто для многих взрослых людей это ад. И они не хотят этим заниматься. И для них это настолько вот прям ужасно, что ты можешь, да, вот сидеть днями, неделями дома. Мне кажется, для таких мам карантин был вот прям самым идеальным временем, потому что можно было сидеть дома официально и как бы не мучить себя, что вот я такая ужасная, и ребёнок свежим воздухом не дышит. Потом, что касается ещё руга не мата, это ругаться с мужем на матах и криках при ребёнке. В нашем доме тоже такое бывает. Также мне писали о угрызениях совести, когда ребёнок нечаянно выпадает из коляски и кровати. Ну, понятное дело, это очень опасный, важный и очень-очень, ну, такой жёсткий момент. Но в то же самое время, ну, я не думаю, что это особо относится к делу, потому что это ненамеренно, нечаянно. Хотя, чёрт, все вот эти пункты, ну, я сомневаюсь, что вот кто-то вот специально вот прям желает родить ребёнка, и вот-вот-вот с мыслью, вот сейчас я буду вот так вот. Ну, поэтому всё-таки я, наверное, этот пункт упомяну. Нет интереса и терпения играть с ребёнком. Ну, это я тоже уже говорила, вот что у меня вот наступает момент, когда, ну, нет, всё, ну, вот вообще нет. Есть мама, которая, в принципе, не терпит играть с ребёнком. У меня, кстати, есть вот реальная жизненная подруга, которая говорит, я не могу с ними играть, я не умею с ними играть, я не хочу с ними играть. У нас в доме играет папа. Вот я сказала сразу, ребят, всё, отвалите от меня, я не могу. Вот для меня это просто всё. Выпила вина. Вот это тоже частый пункт, что ребёнок маму вечером видит с бокальчиком вина, потому что она просто уже всё, устала настолько, что она вот берёт, наливает себе бокал вина и сидит, попивает своё венцо. Ещё мечтает уложить ребёнка только, чтобы быстрее выпить вино или думает не о том, как она с ребёнком будет там купаться, а думает, как она вот себе винишко нальёт или там, ну, без того, чтобы покормить ребёнка и так далее. Короче, все вариации, которые касаются алкашки, вот они вот тоже у нас тут всплывают. То же самое с сигаретами. Тоже есть мамы, которые бросили курить в беременности и возобновили курение уже в декрете. Это тоже вот прям такой пункт, который, ну, терзает, потому что даже я сама, что ж там, иду по улице, когда я вижу женщину с коляской сигареты, меня вот прям перекашивает. Неосознанно, понятное дело. Тем более, что я сама курильщик. Я обожаю сигареты, я обожаю курить. Терпеть не могу запах, это понятное дело, но вот сигаретку иногда я могу покурить. Не в кормлении и не там в беременности, ни в коем случае, нет-нет-нет. Но вот уже после кормления, вот рэм уже у нас был, я вот, например, на день рождения торжественно выкурила сигарету. Как бы для меня сигареты не являются каким-то таким вот, фу. Но да, есть такое, что когда ты видишь женщину с сигаретой из коляски, это вот очень как-то вот прям странно кажется. И я представляю, насколько для этих мамочек, ну, им тяжело, потому что, ну, как бы, ну, курение все-таки дело такое, знаете. Не каждый может с легкостью от него отказаться. Еще возвращаясь к теме алкашки, я помню, мы сейчас вот в эту беременность с моей подругой, которая тоже беременна, мы сидели как-то с ней в тусовке, и мы такие мечтательно там с ней рассуждали о том, что вот мы когда родим, мы возьмем один день, точнее два дня, значит, сдадим детей всех четверых, значит, мужьям, и мы с самого утра, вот прям заря наступит, и мы возьмем тазик себе, замутим какого-нибудь опироли или пунша, я вот там прям нашла картинку в Инстаграме с ананасами, что-то там такое, и мы будем бухать целый день. Вот с утра, вот прям до ночи, и вот будем лежать на диване, и нам будет так хорошо, а на следующий день нам будет так плохо, что дети и вот на второй день останутся с мужьями, потому что у нас будет похмелье, и нам нужно будет восстановиться. И одна девочка, которая тоже родила, там, ребенку год с копейками, она так на меня вот так вот все это время смотрела вот такими глазами, она говорит, а ты не планируешь грудью кормить ребенка после ее рождения? И тут меня просто из моей мечты картинки вывело. Я говорю, да шутим мы, блин, да шутим мы, конечно, буду кормить. Но я на секунду поняла, что насколько вот как меня вот просто неосознанно перетряхивает иногда вот эта картина «Мама, сигарета, коляска», так ее, когда она вот просто ее перекосила, я такая, а ты кормить не собралась вообще? Ты что? Поэтому бабы, давайте не будем осуждать друг друга за наши слабости. Ну есть, что делать. Так, оставила в машине спящим. Но, опять же, там была ремарка, оставила быстренько, чтобы забежать в магазин, быстро забежать на заправку, быстро забежать до банкомата, забрать что-то там в пункте выдачи и так далее. У меня, я вам скажу, тоже такие ситуации есть. То есть я понимаю, насколько это все нельзя делать, но я тоже, бывает, ребенка оставляю либо с мультиком, когда мне нужно до банкомата добежать, ну, либо там, опять же, что-то срочно надо купить, и у меня, бывает, я тоже ребенка могу оставить в закрытой машине. Но это, опять же, две минуты. С мужем стали как соседи, брат, сестра, просто сил нет. Но это последний пункт, который я перечислила, и это, мне кажется, тоже такой важный пункт, особенно когда речь заходит там в публичных обсуждениях, совместный-несовместный сон, многие там вообще в разных комнатах спят, и как-то, ну, в общем, сами выбирают, как в своем доме спать, быть, как распределять свои ресурсы, силы и так далее. И в том числе, когда у тебя появляется ребенок или дети, ну, наверное, это, ну, естественно, что фокус весь уходит на детей, и часто, часто в семьях наступает такая ситуация, когда жена и муж, они вроде как то ли соседи, то ли сожители, то ли просто друзья, то ли брат с сестрой, и ты как бы сам уже не понимаешь, типа, что, чувак, а мы тут, что с тобой делаем, мы тут вообще целуемся еще или нет, или, ну, пить, кто увидел, а я ей закрыть глаза, или как-то с ней что-то поделать, ну, как бы, и ты уже не понимаешь. В нашей семье тоже такое, естественно, есть, и такие моменты, они бывают. Я и в этом вопросе вот просто успокоилась. Вот ровно так же, как дала себе, как сказать, свободу принять тот факт, что я вот прям ни кухарка, ни уборщица, и вот не вот эта вот порхающая жена и мать, ровно так же я дала нам с мужем тоже свободу в ситуации с ребенком и беременности, что, слушай, ну, окей, будут дни, когда мы с тобой вот просто, привет, привет, чё, как дела, да, пять, и вот это вот все. Ну, как бы, мне кажется, это естественно. Просто если загоняться по этому поводу и накручивать себя лишними мыслями, то вот эту ситуацию в проблему можно очень легко превратить, ровно как и любую другую. Поэтому как-то, ну, да, я понимаю, насколько часто эта вот ситуация возникает, и по вашим сообщениям я это вижу. Из тех вещей, которые мне помогают лично вот справляться с этими вещами, первое, я уже упомянула, что я позволила себе честно признаться в том, какая я есть, а не такая, какая я хочу быть, или не такой, какой меня хочет видеть муж, или бабушки, там, мама, свекровь, и вот прочие люди. Вот какая есть, вот всё, и тогда становится легче. Это первое. Второе. Мы с мужем частенько обсуждаем те моменты, которые нас беспокоят. Это воспитание ребёнка, это наши реакции на него, это ор, крик, мат, там, эти рефлекторные какие-то реакции и прочее. То есть мы это всё с мужем обсуждаем и позволяем друг другу быть слабыми. То есть мы позволяем эти моменты слабости, мы снисходительны друг к другу, когда это возможно. Опять же, конечно, бывают моменты, когда мы друг друга готовы убить, и просто, ага, вот там, дорогая крыша дома просто поднимается. Но в целом, насколько возможно, мы это всё обсуждаем. И последнее у меня раз в неделю, а нет, не последнее, предпоследнее, у меня раз в неделю уборщица, потом по воскресеньям я отвожу, вернее, муж мой отвозит ребёнка после дневного сна к бабушке. То есть получается, что где-то в воскресенье каждое с пяти до вечера, когда ребёнок возвращается, если его нужно уложить, то где-то 5-4 часа приблизительно, я вот сама с собой. Либо я отдыхаю, либо я работаю. Не важно, просто ребёнка нет. В моём радаре. То есть вот это хорошая такая помощь, да, то есть это раз в неделю бабушка, раз в неделю уборщица. Кстати говоря, они у нас нет. То есть до сих пор у нас нет няни, никакой другой помощи, всё остальное мы сами. И последнее, что мне лично помогает, это психотерапевт. То есть раз в неделю у меня встречи с моим психотерапевтом, во время которых мы обсуждаем все проблемы, которые у меня накопились в отношении ребёнка, в отношении мужа, в отношении самой себя, в отношении каких-то внутренних проблем, терзаний и так далее, и так далее. То есть вот это здорово. Мне лично помогает справляться немножечко, вот настолько, немножко лучше со всеми вот этими моими адскими косяками материнства. Ну вот, подруги, вот об этом я сегодня хотела с вами поговорить. Все наши косяки перечислила. Сама как-то вздохнула, и как-то честно, вот проговорив это всё, и зная, что вы будете смотреть, мне самой честно стало намного легче. И как я уже вначале несколько раз сказала, я очень надеюсь, что вам как минимум от этого видеоролика станет намного легче. И этот ролик, возможно, придаст вам силы что-то делать с этими косяками и как минимум понимать, что у нас у всех, даже у блогеров с нашими идеальными видеороликами и инстапостами, у нас в доме происходит ровно всё то же самое, что и у вас. Просто мы из этических соображений не показываем это всё на камеру, потому что это просто, ну как бы, вот это точно недопустимо. А во всём остальном все такие же люди. И мне очень хочется верить в то, что вот такое наше с вами общение, честное, вот как есть, оно поможет нам действительно справляться с этими ситуациями лучше. А все ады-комментаторши, которые вот сейчас прям, хух, которым прям вот, знаете, как это, как сказать, вот умирающий вот этот вот какой-нибудь такой вот тухлый, уже какой-нибудь помидор в теплице, да, который уже там воду неделю не видел, он там помирает, и ты приходишь, его из лечки поливаешь, и он прям прибодрился и позеленел, и сразу вот все ады-комментаторши, которым вот эти все наши косяки, которые я озвучила сегодня, как водичка, и вы сразу такие, ааа, сейчас я буду писать, сейчас я буду, вот блин, ааа, короче, видите, лесом, вам здесь не место. Если увижу хоть один комментарий, который будет вот прям нас осуждать, крыть, там, я не знаю, в общем, с негативом, если будете писать, сразу будете отправляться в блог. Вот я вот предупреждаю сразу всех, потому что не для этого этот видеоролик, и в принципе ваше мнение меня вообще не интересует. Ровно так же, как я уверена, ваше мнение не интересует тех мамочек и подруг, которые честно мне писали о своих косяках, по поводу которых они, между прочим, очень сильно переживают, и я считаю, что нам этого достаточно. Нам достаточно, что мы их, во-первых, осознаем, у нас есть смелость о них сказать, в отличие от тебя, ады-комментаторша, мы с этими косяками работаем, и мы ни в коем случае не считаем, что это норма и так должно оставаться. Все, вот этих четырех пунктов нам достаточно, остальное, сами понимаете, до какого нам места. Все, подруги, целую вас и крепко обнимаю, надеюсь, что сегодня вам улучшило настроение. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Пока.